Портал Инсургет. Мы находимся на фестивале Панк Отом. С нами группа Пляж. Здравствуйте. Только что они от выступали. Как у вас настроение? Как ощущения, эмоции? Отлично. Мы любим концерты, мы любим выступать. Это наша жизнь. Нам вообще офигенно. Все супер? Все так же хорошо. Вряд ли он бы сейчас третьим сказал какой-то другую. А мне плохо! Расскажите о ваших ближайших творческих планах. Ой, у нас их столько много. У нас творческие планы начать наконец-то работать над новым материалом, потому что у нас сейчас было очень много концертов, и нам было реально не до этого. И мы всегда об этом говорим, потому что просто каждую неделю были концерты. Даже не до репетиции было, потому что мы репетировали перед концертами для того, чтобы людям сыграть старый материал, который им нравится. Сейчас пока есть небольшой перерыв, мы надеемся засесть за новый материал. Ну, новый альбом не в этом году будет. Конечно же, в этом. В этом? Да нет, конечно. Мы постараемся как только, так сразу. Но мы просто не любим все делать как так, этот Абум. Мы любим, чтобы все хорошо было продумано, отрепетировано и нормально записано. Сколько хотите песен на новом альбоме? Ну, чтобы было сколько планируется? Три. Три на новом альбоме? Нет. Ну, мы не думали. Три уже готовы. А, три готовы. Три готовы, но мы подумали, что мало для альбома, надо три с половиной хотя бы. Да как получится, ничего мы не планируем. Планировать в нашей ситуации это очень тупо. За этот год какие запоминающиеся события, выступления у вас были? Самые яркие моменты? С Ольгой Бузовой выступали на прошлой неделе. Да, кстати, да. На разогреве, да, на разогреве. Реально. Она об этом никто не знает, мы пока не говорим об этом. Ну, да, мы не афишировали эту тему, но правда так и получилось, что играло несколько групп, и мы играли прям перед Олечкой. А где это было? Это в Москве, парк-отель Орловский. Там был фестиваль, вот что же проходит, у Октябрь Фест. И вот это в фестивале, да. Он мультиформатный какой-то был, получается, раз там у Бузова еще был? Ну, получается, что да. Ну, да. Потому что она тоже рок играет, мы, правда, не слышали уже. Да, не в этот раз. Какие-то фестивали? Добро-фест. Мы играли на Добро-фесте, было достаточно зажигательно. Мы вписались в последний момент, но это прям вообще... Порвали там просто шатер до краев просто вообще. Супер было. Все. Мы не особо любим выделять какие-то концерты, потому что, ну, так получилось, что в основном нам все нравится, где мы принимаем участие. Это круто. Не было ни разу, ну, не в этом году, а, допустим, раньше, где какой-то момент был очень обломный. Да, много их было, конечно, как у каждой группы в момент ее развития всегда очень много всяких обломных моментов, обломных концертов, особенно в самом начале творчества. Сможете какой-то самый яркий такой пример вспомнить? Первый концерт, наш самый первый концерт, феста, 2001 год, и это просто был самый ужасный концерт в всю историю, наверное. Мы играли там три песни или четыре, ну, это просто было. А что случилось? Полные лажи, я жалею, это была короткая аббревиатура, которая характеризует весь этот вечер. Да нет, ничего не случилось, просто мы были, знаешь, такими панками, и для нас это было, как будто мы опопсели и стали поп-панками. Ну, короче, мы не прониклись совсем сами, просто мы недовольны были сами собой. А, то есть с аппаратурой, с публикой все нормально? Да, нет, с публикой все нормально было, с аппаратурой тоже, но просто мы сами считали, что это как-то не то что-то. Подожди, блин, а помнишь, как в Иксо мы играли, когда пришла какая-то баба в шубе, сказала, что, типа, сейчас будет дискотека, и вы завязываете, и мы подумали, что... В Иксо. Не в Иксо, в Иксрее, в Иксрее, в Иксрее, да-да-да-да. Это в каком городе? Это было в Москве, но я бы сказал, что это было как... В прошлой жизни. Это было в прошлой жизни, да, как в деревне это было, вот, но это было реально, это было начало двухтысячных, а там уже, там, не знаю, там еще попахило в девяностыми, и, то есть, пришла такая тетенька в шубах и сказала, так, сейчас будет дискотека, вот эти вы все уходите. Мы подумали, что ни хрена мы никуда не уйдем, и мы играли, пока нам не отключили просто все, а он продолжал играть на барабанах, я орал вот так в толпу без микрофона. Но это было, да, обломанно и круто, с другой стороны, тоже. Больше таких каких-нибудь веселых тоже моментов не было? Да, их до хрена в нашем творчестве, в нашей жизни концертной, и когда нам задают такие вопросы, мы всегда теряемся, потому что их, правда, много. Мы не можем, о, вот у нас был один какой-то, понимаешь? У нас каждый концерт обломанный, мы все время обламываемся. Да, и всегда угораем. А было, что, ну, аппаратура, например, вышла из строя, или кто-то из участников, ну, был в каком-то, да, вышел из строя, там. Колонка сгорела в Днепропетровске. Колонка, колонка. А как, почему? Неизвестно, до сих пор загадка остается. В то время сжигает колонки на концертах. Да, сгорела колонка, но это, как бы, по определению организатора была колонка. Они сказали, что это он ее сжег, поэтому... Она очень тонкая, да, 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 поэтому ребята... А как вы выкрутились, как решили? Телефон перестали отвечать просто. И все. Ну, правда, нам вместо гонорара дали кастрюлю борща всего лишь навсего. Но, как бы, нормально, мы уехали, и все было хорошо. Это было первым шагом, вот, когда напряглись отношения между Россией и Украиной. А, это на Украине было? Ну, да, да. Гидропетровск, да, конечно. Нет, вырежи это, нахрен. Нет, это хороший момент, почему? Не очень. Мы их там еще по поводу газа подкалывали. Вот какой у вас напорчик плохой из плиты. Да нет, нет, мы всех любим. Сейчас как Трампа-то снимут после этого интервью. Да, ну да, надо аккуратней быть, аккуратней. В каких городах понравилось выступать больше всего? В Москве. В Москве, да. В Москве, Питере. Не, ну, Москва наш родной город, здесь нас лучше всего знают, здесь больше всего концертов у нас, конечно, нравится в Москве. Но нравится играть в маленьких городах, куда ты приезжаешь и абсолютно не ожидаешь, что тебя здесь так встретят. Опять же, мы не хотим выделять чего-то, потому что ничего и не выделяется. Бывает, что ты ожидаешь что-то от города, что там, ну, крупный город, придет много народу, и нет. А в каком-то маленьком городе у них своя тусовка такая прям локальная, и они приходят и просто взрывают зал. Так что нам нравится и такое. Самый дальний город, где вы были? Слушай, ну, если географически, подожди, я могу сказать, что если на севере это Мурманск, на юге Севастополь, на востоке Новосибирск. Да, на западе, не знаю, Смоленск, Калининград, что-то такое, да. Вы когда приезжаете в другие города, приезжаете только с концертом или на несколько дней остаетесь по городу походить, посмотреть? Мы даже если приезжаем только с концертом, мы всегда, всегда стараемся походить по городу, потому что это такой очень крутой бонус к турам, к путешествиям нашим концертным. Потому что, ну, люди, которые нас туда приглашают, они всегда местные и как бы обычные простые ребята со своей какой-то тусовкой, они нам всегда показывают город. Для нас это всегда интересно, потому что, ну, не просто так же мы приехали, мы не, ну, не такие, кто там посидел в гостинице и потом, типа, поехал в клуб. Конечно, нам интересно. Мы путешествовали по России просто вообще офигенно, я люблю эти путешествия. А то стойтесь с поклонниками в других городах, они, если хотят с вами, как-то тоже прогуляться по городу. Если есть поклонники, конечно. Обычно их нет, и мы гуляем сами, вот. Мы с... Зачем вам поклонники? У нас обычно поклонницы, если мы гуляем с ними. Ага. С поклонниками гулять? Как бы нет. Ну, да. Да. Если есть поклонники, пишите на почту. Или пакт присылайте, я уж не знаю там. Да. Следующее выступление у вас где, когда? Я сейчас растерялся даже. О, серьезно, мы сейчас... Мы сейчас играли 10 или 11 недель подряд, и даже запутывались в этом. А где у нас следующий? По-моему, как раз у нас перерыв. Я вот о чем и сказал вначале, что мы сейчас займемся, наконец-то, новым материалом. И, по-моему, да. Что? Он что-то хочет сказать и засмеялся. Ну, это все неправда, мы никаким материалом занимаемся его. Но любые анонсы наших концертов всегда можно найти в соцсетях The Beach for All. Это общий адрес всех наших сайтов. Инстаграм, Телеграм, Контакт, Фейсбук. Везде есть афиша. Везде я стараюсь анонсировать наше мероприятие. Так что вся информация будет. Что-нибудь придумаем. Да, мы сами периодически подсматриваем там, чтобы не забыть. Так что да. Пожелания поклоним к кому-каким какие-нибудь? Ой, ребята, ой, ребята, держитесь. Все будет хорошо. И у нас, и у вас. Приходите на наши концерты всегда, постоянно. И не только на наши. Ходите на поп-анк, слушайте хорошую музыку, не зацикливайтесь ни на чем одном. Хорошая музыка бывает разной, в том числе наш тоже. Хотела вот узнать, какие артисты вам самим нравятся? На какой музыке вы росли? Менялись ли ваши музыкальные вкусы со временем? Конечно, менялись. Они всегда меняются. Ну, сначала это может быть одна музыка в детстве, а потом постарше чуть больше. А с возрастом все начинают слушать музыку, которую слушали в самом начале. Так что меняется как минимум в три раза. Сектор Газа? Сектор Газа, да. Или то, что слушали наши родители, а мы не понимали. Абу, например. Да, Абу, кстати, гениальная группа. Фиген, овощай. Я только Сектор Газа слушаю исключительно. До сих пор. Каждый день. Рэп я ненавижу. То есть Сектор Газа без изменений? Вы всегда слушали и слушаете? Мы с Евгением очень любим Сектор Газа. Особенно, когда заканчивается коньяк, начинается Сектор Газа. Есть такое. Из молодых коллективов, возможно, нравится кто-то? Мы слишком старые для этого, чтобы слушать молодых. Нет, ну, как бы хотелось бы. А бывают какие-нибудь молодые коллективы вам там пишут что-нибудь? Присылают вам свое творчество за цену? На компакт-дисках. Да, бывает, бывает. И как? Впечатления? Впечатления не очень. То, что у нас не осталось просто CD-проигрыватель, не на чем воспроизвести. Поэтому как-то, да, пытаемся по обложке как-то судить, что неправильно. Нет, мы на концертах пытаемся кого-то заценить. А мы как бы со своей колокольни-то смотрим, да? Поэтому, может быть, немножко не объективно. Поэтому, не знаю, мы всегда открыты для этого. Так что... А в каком возрасте вы сами решили окончательно, что хотите стать музыкантом? Я в пять, наверное. В пять? Ну, да. Ну, нет, у меня там, знаешь, я либо поваром хотел быть, либо вот музыкантом. Как-то вот такая развилочка была. Если бы не стали музыкантом, стали бы поваром. А вы? А я трактористом, либо музыкантом. Кем и стал, собственно, да. Ну, да. А когда поняли, что хотите стать музыкантом? А когда не взяли в тракторный университет? Вообще, честно говоря, ему лучше не говорить 300. Ну, потому что он сразу перевозбуждается. Так, и вот, товарищ... А я до сих пор не решил, как бы, стать музыкантом или нет. Пока как-то не очень получается, поэтому... Заметно, да. Все решаю и решаю. Может быть, в следующем году решу. Он каждый год так говорит, каждый год. В 18 лет играем. А, кстати, насчет следующего года. Новый год как собираетесь праздновать? Ты имеешь в виду сам Новый год в плане с 31 на 1? Да, да. Елка. Ну, да, там елка. Хороводы, вот это вот все. Оливье. Да, у нас есть песня новогодняя. Мы там каждый раз до этого переделывали. Окунись в 2016, 17, 18 уже плохо влезал, 19 плохо, 20 вообще не влезает. Мы переделали эту песню, чтобы она стала универсальной. Мы сюда ее поем под Новый год и будем ее петь и ходить по кругу. А вы Новый год часто вместе, да, отмечаете? Ни разу не отмечали. Да? Я вот не помню. Ни разу. Наверное, нет. Никогда. Да потому что хорош уже. Да потому что там все это, как бы, свои там темы, там дома, туда-сюда. А, ну, все семейные, получается. Не в этом дело. Да, не, ну, просто мы настолько друг друга ненавидим, что можем по пьяни друг друга перерезать по бытовухе, я думаю. Поэтому, ну, да, скорее всего. Поэтому мы и... А случаются прям конфликты у вас такие, что... Ну, не... Зашло интервью, да? Не в то русло, потому что сейчас он достанет нож. А, ну, и драк начнет. Да, да, сейчас мы припомним друг другу все. Вот. Но, несмотря на ссоры, мы все одна команда, что мы запихнули вот эту вот строчку в одну из крайних песен. Так что, да. Ну, все отлично. Желаю, чтобы не было у вас ссор, чтобы все хорошо. Спасибо вам большое за интервью. Да, накаляется история. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо.